Акмал Абдухалилов выращивает картофель много лет. Вместе с семьей он уже приступил к полевым работам. Дыхание начал высаживать скороспелый сорт картошки. В этом году мы стартовали на 15 дней позже. Обычного из-за холодной погоды мы готовим картошку на рассаду в теплом влажном месте. Делим ее на несколько частей, чтобы она раньше созрела. Так она сразу приживается и начинает расти. Также важно вовремя вносить удобрения. Сейчас дороже, тем не менее, мы продолжаем заниматься сельским хозяйством. Скороспелые сорта картофеля Дыхание закупают в Нукатском и Алайском районах. Предпочитают сорта устойчивые к заболеваниям и вредителям. В этом году планируется расширить пассивные площади. Также фермеры обеспечены недорогими удобрениями. В основном сажают картофель и капусту. Мы работаем с частными предпринимателями при поддержке главы района и министра сельского хозяйства, чтобы импортировать недорогие удобрения из соседних районов. При желании они доставляются фермерам. Также расширяем пассивные площади под пшеницу и хлопок с учетом продовольственной безопасности. Со стороны государства делается все, чтобы ни одно поле не осталось незасеянным. Сейчас стоит задача значительно нарастить собственное производство сельскохозяйственной продукции и его последующую приработку. Так как на сегодня самое главное это обеспечить продовольственную безопасность как всего населения, так и каждой семье. В этой связи в этом году на аграрный сектор выделено 26 миллиардов сумм. И здесь я хочу открыто обратиться ко всем фермерам. В этом году этой суммы не хватит на всех фермеров и крестьян, так как в стране их насчитывается более 400 тысяч. В этом году получат многие, но не все. Даст бог, в последующие годы мы планируем выделить больше денег и через три года мы сможем обеспечить всех фермеров. Сейчас мы отдаем все деньги, которые есть в нашей казне. Мы обеспечили бы всех в этом году, будь у нас достаточно денег. Я должен сказать честно, с момента обретения независимости впервые на сельское хозяйство выделяется такая большая сумма. Каждая капля воды дорогая, выделены все требующиеся средства на то, чтобы расчистить каналы и реки, изберечь всю влагу и в нынешнее время, подчеркнул президент в своем обращении. Так, Минсельхоз завершает подготовку ирригационных систем всей республики. В этот раз подготовительные работы начались рано, в ноябре. В этом году Кабмин уделяет особое внимание аграрному сектору. Два миллиарда выделено на ирригацию. Один миллиард выделили на очистку каналов в один миллиард, на закупку ирригационной техники в количестве 68 единиц. На полмиллиарда закуплено семена, на один миллиард удобрения. Меры, предпринимаемые государством по замене импортируемых товаров и обеспечению продовольственной безопасности, своевременно отмечает Джамин Акималиев. Затем президент Джапар правильно говорит, что нужно, чтобы все поля были засеяны сельскохозяйными культурами. А как случилось даже в прошлом году, у нас же в республике осталось неиспользованно, не засеяно 45 тысяч гектаров пахотных земель. Это разве не безответственность? В этом году нельзя эти вещи запускать. Нужно в этом году уже, в этом году нужно довести посевную площадь пшеницу до 350 тысяч гектаров, сахарность до 23 гектаров, а масочная культура до 56 тысяч гектаров. И мы обеспечим уже в этом году на 78% этим тремя продуктам питания, которые мы сейчас завозим из-за рубежа за доллары. А мы можем сами произвести уже в этом году. Вот на что нужно ориентироваться. То есть помощь государству даже в этих тяжелейших условиях не должна пропасть даром. Она должна быть использована на развитие сельскохозяйства, обеспечения продовольствия безопасности нашей страны. Президент Запаров в этом году выделил нашему сельскому хозяйству небывалую сумму государственной помощи в объеме 26 миллиардов сумм. Лет 10 назад правительство нам выделяло сельскохозяйство за 1 миллиард и все ахнули. Какая огромная сумма? А сейчас около 30 миллиардов сумм выделяется. Президент также обратился к предпринимателям. Он отметил, что сейчас надо создавать производство и необходимо экспортировать больше собственной продукции. Кундуз Кадатайва, Чупон Карамшакова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.